всем привет дорогие друзья на территории империи 2 и сейчас мне бы хотелось поговорить про трансфер зенита который возможно так или иначе в это зимнее окно что я хочу сказать у меня к сергею богдановичу симаку пожелание только одно пожалуйста сергей богданович не смотри на жирный контракт этого бревна не смотри на то что придется уплачивать крупными устойку если ты разорвешь с ним контракта срочно просто пожалуйста я тебя очень прошу как болельщик зенита с один с сильким стажем который еще прекрасно помнить как ты играл футбол зенит капитаном команда был сережа убери это уебище по фамилии дэну ловрена состава потому что с ним центр обороны зенит это просто проходной двор были я думаю что тренерский штаб зенита не может не замечать подобные шняги и надо решать как этот вопрос надо продавать нахуй ловрена на его место брать нормального центрального защитника блять с вратарем надо вопрос решать тоже потому что врата вратаря у нас зените нормального нет киржаков до пенсии доигрывает его он же ветеран 87 года рождения ему скоро 35 лет будут лунёв тоже с ними продлили это это очень херово что сорвалось сорвалось продление и вообще в принципе был бы один из неплохих вариант вернуть лунёва но с другой стороны лунёв то тоже не идеальный вратарь был зените и получается что надо еще и вратаря подписывать и в принципе укрепляясь линию барона потому что блять в чемпионате в осенней стадии нам забили абсолютно все кроме урал и кроме цска в еврокубках тоже забили все даже даже мертвым армию свой единственный гол забил именно в ворота зенита именно вот потому что полено ловран позволило ударить потому что михаил киржаков него силу к пашу мало кто высочил бы даже с афонов ну блять но но с таким поленом и бесполезным даже вредным бревном как дэн ловран играть дальше лично у меня как когда зенит выходит на поле лично мячие такое что но опять забьют и опять центр обороны будет пожарить я помню 10 лет назад был у нас бруналыш составе это просто легендарная фигура легендарно вот по той самой речи валерия карпина шпалька клавим поедут зениту в цвет до трешка грузии без друналыш им бруналыш не только в тренды накосячил бруналыш накосячил еще вот когда с рубином играли я помню в сезоне нас 13 из-за него гол забили в одном вообще принципе систематически котячем в центре обороны бруналыш и пока его не сплавили в тринадцатом году оборону зенита была прохода нурак конечно потом была прохода норму так хотя бы сплавил бруналыш в регистрии откровенного и лоран лоран дн ты четкий мужик ты выиграл лигу чемпионов дошел за чемпионатом мира в россии до финала но блять ты свои лучшие годы жизни оставил в ливерпуле если уж конец оставил в ливерпуле и поэтому будь добр пожалуйста съебись нахуй зенита на пенсию потому что лично мне просто неприятно смотреть что выходим и вам обязательно кто не забьет к что-то зенит забивает сейчас в ответ и зачастую забивает больше чем соперник от хорошо но так ведь будь не всегда он слышит что азмун уходит а будет ли нова нападающий забивать просто блять возили на такое время что ну может так случится что нападение будет тупо молчать оборона будет также пропускать еврокубках так уже было учился с ювенцем чемпионате пока еще не был чемпионате токс урал зенит не смог забить но и пропустить часть тоже не смог в общем короче у меня все просьбы симак продай нахуй дэна ворон купи кого хочешь нападение хоть кобрала хоть альберта хоть халка блять верни хотя у меня с халком не очень хорошее воспоминание потому что из-за халка из-за халка в основном зенит не смог выиграть сезон 12-13 и 13-14 потому что не не потому что там денисов и киржакова замущались из-за денег хотя конечно из-за этого тоже но тактика сама тактика командной игры скатилась к тупому тупейшему просто блять отдай на халку он пробьет сильно это не прокатывал даже в первых матчах вот первый матч когда халк дебютировал истерика зенит проебал 0 2 потом с крыльями еле как вытащил с 02 с тех же на 22 и получается что вот не вспоминаю тот же матч в ростове с ростов когда зенит выиграл 10 тот же халк вышел один на один но бой на позиция бей в ворота блять халк пуляет выше нахуй и в результате зенит 2 а кони блять которые проиграли зениту 13 едва не отлетели в петербурге во втором круге кони становятся чемпионами а все почему потому что у нас это и ебло халк вот но сейчас халк может и вписаться в бразильскую стратегию складе из сыграться и сыграется с этим альберт или кабра у кого-то вообще с центр нападения возьмут с дугла санксом сейчас халк будут как раз таки в тему главное чтобы он начал откровенно там валять дурака зените чтобы он пристал как как он же самые лучшие годы тогда и шанс не только чемпионате забрать золото 4 подряд есть еще шанс в европе пройти бить из по соперничеству 1 8 финал скинуть если будет мясо 1 8 финал сами то вообще можно и мясо пизды дать из халк будет вот ну и соответственно мне на самом деле очень приятно что сейчас симак исправляет ошибки спалите есть тогда спалите мог меньше то сейчас симакой зенит может больше и зенит уже смог больше еще может больше смог может вообще четыре золота подряд через не только 4 золота подряд ли ты может и европе пробиться с таким составом и с такими приобретениями которые планируются более чем реально вот но чтобы это все случилось пожалуйста серёжа укрепить центр обороны в принципе оборону крепи вратаря купи и лаврана продай нахуй частяков меньше приводит частяков вот выдает хороший матч и бывает но лавран блять но это просто вот еще когда его приглашали в августе 20 меня были сомнения за хера ветерана к у которого у которого возраст предпенсионным приглашать зенит да с именем ветеран но ими не будет играть футбол блять ими не будет стоять центре защиты центре защиты будет стоять игрок а игрок в 37 до 35 уже по моему лет и значит сколько лоран но он уже очень такой старый вот такой игрок он будет стоять хуёво нахуя его было брать зенит вы хоть сезон вас 21 выиграли это лавран столько голов привез меня вспоминают до сих пор как денис макаров в казани возил его блять как кангва в туле блять его возил как да вся российская лига его возила блять все евро соперники увозили мальвио даже сраный блять его возил поэтому семак в сотый раз прошу продай лаврана нахуй куда хочешь звали в зенит 2 в багре блять но вы пизде пожалуйста его из основного состава он не помогает он только вредит из-за него зенит пропускает сейчас каждом матче